я расскажу вам о новом клипе, точнее он не новый, 9 месяцев назад вышел, клип о Гутина ДНК, долго я как бы не мог до него добраться, всего разных причин, но теперь, мне кажется, пришло время, потому что все актуальные клипы более-менее значащие и разобранные, а вот те, которые означают, соответственно, что ее уже нет, они как бы смирились, что ее нет, дошло, а вот когда еще в том году буквально они пытались ее воскресить, вот тут очевидно, что их попытки провалились, поэтому сейчас у нас время дошло, у меня время дошло, руки дошли, неважно, сознание, до тех клипов, которые были вот еще буквально летом, включая там Шакиру, например, я ее разберу чуть позже, очередной клип шедевральный, как и клип о Гутина, поэтому всех прошу устраиваться поудобнее, налить себе что-нибудь попить и поехали, и начну я, пожалуй, с того, что я упустил в предыдущем, либо не обратил внимания, в разборе клипа Weekend, там был момент, эпизод на определенный временном отрезке, тайм-коде, вот с таким кадром, и там тоже было по удивительному совпадению, ну бывает же такое, все-таки совпадения бывают, зря мы не верим в это, там три девятки и буква Q была впендюрена, и именно на том моменте, когда зрение у нее пропадает, вот где показывают, что, вот подписчик прислал, что большое количество полосок говорит о кадрировании, то есть в определенных ситуациях такие полоски при выключении света, при завершении уже прокручивания видеопленки, либо транслирования кадра на экран, кадрирование, при том, из-за отсутствия динамики, движок сломался, то есть какие-то внутренние механизмы у них сломались у Роя, приходится переключать вручную сейчас уже, выставляя в стопку каждый кадр по отдельности, я благодарен людям, которые присылают подобные продуманные комментарии, ну и чисто случайно, конечно же, Q, со случайными циферками, юмор на высоте у наших подписчиков, у думающих людей, ну а теперь возвращаемся к тому кадру, к тому времени, когда они пытались еще ее возродить, клип Агутина и Преснякова ДНК, совершенно случайно, мы видим, что вот допустим, включите свет, вот тут, весь альбом Агутин с искусственным светом, лампочкой и акцент на один глаз, но бывают совпадения, бывают удивительные совпадения, у меня вот тут вот сплошные совпадения попадаются, допустим, в аналитике, удивительные совпадения, постоянно вот такие циферки совпадают, ну дело не в этом, как мы помним, удивительным образом совпали все события, которые были показаны в клипе Агутина «Включите свет», за которые он пытается еще, как бы мне счет предъявить за разбор этого ролика, а уже два года Агутин пытается, и я об этом расскажу в отдельном ролике, он пытается доказать, что он буквально обнищал из-за меня, вот тут очень много было интересных символов, интересных цифр, тоже удивительное совпадение, просто поразительное, разобрали клип когда-то все, кому не лень, и только в «Плюс» канал, и «Старлайв ТВ», и многие другие, там «Шепот Фантастики», кажется, и еще много-много каналов, я был одним из завершающих в этом марафоне, в этом забеге, 1.29, удивительный, вот этот кадр подсопадает, но я на видео чуть более глубоко разобрал вот все эти вот совпадения удивительные, вот эти вот интересные совпадения, там, БЛМ было, уничтожение всех взрывов, да, всяких там мостов на заднем плане, удивительные совпадения, рекомендую посмотреть еще раз клип и посчитать совпадение с тем, что сейчас происходит. Вот этот вот тайный клуб, который в конце выходит, удивительные совпадения. Люди с какими-то, не то чтобы чипированы, не то чтобы наручники, но с определенными вещами на руках. Протесты по всему миру, голод. Это все я увидел на заднем плане, за виной у исполнителя. Очень интересный, на мой взгляд, клип. И многое из того, что было показано, из того, что я увидел, оно удивительным образом совпало. Странно. Посмотрим же, какие совпадения можем найти вот в этом клипе. Клип тоже, как и предыдущий, шедевр равен. Да, он много разных непонятных вещей нам транслирует, но давайте попробуем разобраться и отфильтровать мух от котлет, либо от того, на чем мухи сидят, либо сделать все это удобрением. Весь посыл, который идет в клипе, я думаю, он очевиден. Почему-то клип черно-белый. Да, тут мало массовки, но тем не менее, по художественному замыслу, я думаю, что клип не менее шедеврален, чем предыдущий. Астра означает свет, 2, 0, 9, если не ошибаюсь. Стерео тоже 2. Циферки интересны сами по себе. Я рад, что Леонид или его компания, связанная с ним, не важно кто, включили комментарии. Одно время эти комментарии были выключены. Вот мы видим 6 месяцев назад первый комментарий. наиболее популярный. Мне не понравился этот комментарий, потому что, на мой взгляд, дело не только в видеоряде, либо в песенке. Все гораздо глубже. Итак, 5,7 это 12, у нас троечка, и тут 3,3, то есть шестерочка. Интересно, любимая цифра определенных людей, которые почему-то любят делать акцент на одном глазике. Как я уже сделал и показал в клипе попса, подобрал видеоряд, там очень неплохо некоторые вещи показаны. Почему-то вот по удивительным стечениям обстоятельств почти все наши поп-исполнители, не только поп-исполнители на эстраде, и политики, и многое что еще по всему миру делают акцент на одном глазике. Удивительно. Даже Папа Римский, даже Джордж, кто там, и Клинтон, и Буш, Буш с фенгалом, и Папа Римский с фенгалом были. Даже до такого доходит. Ну, приступаем, собственно, к разбору. Клип, повторюсь, по замыслу, по исполнению, по посылу. Он шедеврален. Если кому громко, говорите. Вроде не должно быть. Мне сегодня больно, стыдно, сердце рвется на час. Ну, описание эмоционального состояния Леонида Агутина. Оно уходит. Мы уходим на второй план с ним. Или опускаем пока. Тут важен тоже видеоряд. И уже во вторую очередь текст. Видеоряд показывает некий символизм. Опять же, роза. Что такое роза? У кого какие мысли? Пишем сразу в комментарии. Вот по мере просмотра моего ролика. Разборы. Итак. Роза. Символ чего? В разных клипах роза появляется с завидной периодичностью в разных проекциях. В частности, у винтажа появлялась. То она в клетке роза, то выпущена. И я уже проводил некие ассоциации с этой розой. Ну, как всегда, мы рекомендую посмотреть клип самостоятельно, а затем уже вернуться к просмотру моего разбора. Смотрим дальше. Ну, и цветные. Мне показалось, что он черно-белый преимущественно. Да, отличная игра света тени, что очень важно при включении либо выключении света. Да, свет очень важен для этих людей, для этого сообщества людей, которые почему-то очень, ну, не то чтобы помешаны, не то чтобы делать акцент на символизме. И символизма в этом ролике достаточно, более чем. Удивительный кадр. Он как бы боком, и тут один глазик. У кого какие ассоциации? Вот я что-то вангую, что из-за разбора этого ролика Агутин снова еще один иск мне впендюрит о каком-то там недостоинстве или понижении достоинства. Конечно, забыл, как это называется. А, о защите деловой репутации. Вот. Каким образом эта репутация деловая, и мои собственные разборы, и мой анализ того, что я увидел, то есть я говорю лишь о моем внутреннем мире. Никоим образом не о Леониде там, либо о Преснякове Владимире. Никоим образом. Это их совместное творчество. Их деловые качества абсолютно не трогаю, финансы тоже не затрагиваю. Всего им самого лучшего и замечательного. И как люди, и как семьянины, и как члены некоего общества непонятного, которое почему-то вот очень большой делает акцент на символизм. У меня есть версия, что такое один глаз. Ну, я уже просто не могу и не хочу высказывать никакие предположения по ряду причин. По-моему, все очевидно. И вот этот кадр, который вообще-то на 36 секундах появился, тоже о многом говорит. По удивительному стечению обстоятельств в некоем космосе появляется некая женская сущность с одним глазиком, а вот с другой стороны есть проекция Леонид Данкутин. Опять же, проекция. И он стоит к ней как бы спиной и чуть-чуть поворачивается. Наверное, они имели в виду некий символизм, что за спиной каждого стоит некая она. Но, поскольку, как я говорю, война — это кто кого передумает, и не только я, это в советском фильме было сказано. Я с этим согласен. Давайте попробуем передумать символизм этого клипа. Делать так, чтобы он пошел ну, правильным путем. Не то чтобы в гармонии со Вселенной, но попробуем немножко сгармонизировать. Я полагаю, что вот в этом клипе, вот в этой позиции они сами того не зная заложили некий конфликт. Либо они показали то, что есть на самом деле. Они, каждый из тех, кто чувствует в себе ее, один глаз, некое общество, уже спиной к ней стоит. И заметьте, не я это предложил, не я это показал. Это они и сами повернулись к ней спиной. Это то, что я увидел. Это то, как я переиграл либо передумал. Я не знаю, что заложил Агутин, который утверждает, что, допустим, предыдущий клип он лично там режиссировал и ставил и прочее. Ну, допустим, так что я презюмирую, что это Леонид Агутин. Ну, даже если это дело Пресняков либо какая-то другая компанда, Вильверт Мьюзик или другая, неважно. Я полагаю, что это некая одна группа людей, которые объединены одним символизмом. Поэтому мне не важно, кто делал этот клип, но они, оно, это сознание, заложило туда некие вещи. В частности, конфликт между одним глазиком и теми, кто следует и кто состоит и кто состоит в этом одноглазом сообществе на символенном уровне. я бегу по кругу, словно пони в цирке без смысла. Ну да, смысла уже мало в беготне. Очень важен второй ряд. Поном идет, то есть подсознание воспринимает все. Подсознание, надсознание, неважно. А насколько мы это анализируем, это второй ряд. И второй вопрос. Так вот, в той степени, в которой мы это осознаем, перефразирую генерала Петрова, в той степени, в которой мы это осознаем, мы делаем смыслы и вот эти смысловые пласты эгрегориальные и интеллектуальные, энергетические, которые стоят за этими смыслами на себя. Но в той части, в которой мы не осознаем этот второй смысловой ряд, эти подсознательные subliminal messages по-английски, эти подсознательные или надсознательные сигналы, посылы. В той степени мы, наша энергетика, наше сознание и наша жизнь влияет, работает, действует на тех, кто заложил эти смыслы. Вот когда мы смотрим что-то, и не осознаём, получается, мы кормим врага. И льём нашу воду, нашу энергию, условно, на их мельницу. Поэтому рекомендую, единственный способ, это передумывать и осознавать максимально. Вот для этого, собственно, я и провожу эти обучающие. В каком-то смысле, да, это обучение. Это курс молодого бойца, обучающие разборы, которые помогут сохранить нашу энергетику в целостности. И вот чётко показывают, что их объединяет. Первая троица, и всё это их объединяет, вот эта розочка, вот эта красная субстанция, которую они вложили в ряд кадров. Ну, как я это вижу? Я художник, я так вижу. Нам нужно же всё передумать. Поэтому я этот кадр вижу вот таким образом, что она отвернулась от большинства людей, которые ей следуют, скажем так, людей, тел, сознаний. Я уже даже не знаю, как эту обученность обозвать. Ложи, раи. Не суть. Преследователи света, иллюминаты, то есть, включающие кому-то где-то свет или выключающие. Вот такое вот совпадение. Адвокат Агутина на суде, представитель Агутина, не суть. Утверждал, что это совпадение, и всё, что я рассказал, это бред какой-то. Абсолютный бред и мои буйные фантазии. На что я ему задал вопрос. А как тогда понимать вот все жесты Агутина в совокупности? Ну вот, простой набор Агутин жестов я им и показал несколько. Оказалось, что вот есть вот такие, вот такие, вот такие. И много других жестов. И спросил, что это означает. Может быть, он как-то играет в детскую игру, там, коза рогатая. Может быть, он у нас ездит шашлычников, там, председатель и так далее. Потому что много вот таких вот непонятных для меня жестов. И просил объяснить. Почему-то представитель Агутина не смог объяснить это. Поэтому здесь я тоже вот даже не хочу своей версии говорить. Я жду комментариев от либо официального органа, представителя, который почему-то тоже не смог пояснить. Официальный представитель Агутина, который был на суде, там, Дмитрий Некий. Тоже не смог объяснить, почему я, собственно, не прав при разборе клипа предыдущего-то. Они говорят, что это задело их деловую репутацию. Каким образом не объясняют, потому что я слово Агутина произнес, если не ошибаюсь, один раз. Только потому, что я озвучил название ролика и исполнителя, а дальше я ни слова, ни про какие там его деловые вещи. Тем не менее, он два года уже меня в арбитражном почему-то суде судит, пытает. Но не суть. Официальных объяснений я не мог получить почему-то. Ну вот, в частности, даже в некоем дискуссии, где вот некий Дмитрий, то есть это фан-клуб Леонида Агутина, официально, когда еще вот этот вот некий клип вышел, он зачем-то присоединился к дискуссии, причем не в канале Цельнозора, а в Канаде Монада. Он говорит, что вот этот клип ему вообще не принадлежит. Все вопросы к Velvet Music. То есть получается, что Агутина здесь вообще ни при чем. То есть получается, я могу... Я потом ему задал вопрос. Немножко отвлекусь. А получается, что если я разберу клип, получается, я никоим образом Агутина не задену. Ну тогда он как бы, мне кажется, сам себе противоречит, потому что, ну... Он-то здесь. Он-то в этом разборе. По тексту ответа у меня возник вопрос. Какие вопросы должны быть к Velvet Music и для чего? Поясню. Если условно квадрат Малевича Гуана, то почему он перестанет быть Гуаном, как произведение искусства? Потому что мне, допустим, Агутин вменяет в вину нарушение авторских прав. Не понимая, в чем нарушение авторских прав, я потом поясню мою позицию чуть позже в разборе вот этого непонятного судебного иска. Для меня до сих пор непонятно. То каким образом при смене владельца я ему задаю вопрос? А потому что я имею право свое мнение рассказывать. А в каким образом смена владельца на что повлияет? На мое мнение, на это. Он называет авторов, здесь вот, чатовцев, глупышками. Я его назвал умнишкой. Да, он, судя по выдающимся лобову, IQ очень высокий у него. Вот он так и не ответил. Потому что дальше он почему-то не стал продолжать никакие дискуссии. Он говорил, акценты делал на авторском праве. Не понимаю, каким образом тут вообще авторское право связано. Ройалти и так далее. И зачем он в женский чат, сугубо женский, мне кажется, в лес. Но не суть. Так что, поскольку он не ответил, я вправе трактовать ни Агутин, ни представителя Агутина. Они же напрямую ничего не написали. Но говорят, что я задел их права и чуйство, лучшее чуйство. И не вправе, и должен как-то это все компенсировать. Насчитали аж 33 миллиона. Удивительные совпадения. Чуть позже я сделаю разбор этого непонятного мне совершенно иска. Который до сих пор идет. Два года. И так далее. Вот поэтому я считаю себя вправе, поскольку я не получил официального объяснения, жестов, может быть, это на слете шашлычников, так или судорога. Никак. Никакого объяснения. Нет официального фан-клуба. Сразу иск. Хотя другим они дают объяснения официальные, почему кто не прав и так далее. Хотя Агутина поливают, мягко говоря, сведениями несоответствующими действительности. А фан-клуб на официальной странице Агутина почему-то мягонько им что-то объясняет. Мне ничего не объясняет. Хотя я ни слова про личность Агутина, про его семью, про его какие-то параметры, свойства. Но ни слова. Меня интересует лишь видеоряд. Я, собственно, его разбираю. Вот в этом видеоряде я вижу некую кровавую массу. У меня такие ассоциации. Красную. Не знаю. Кусок мяса, может быть. Потом это делается с цветком. Но что я делаю вывод? Что вот связь этого глаза с этими, в частности, двумя исполнителями, она не случайна. Она имеет красный цвет. Это сугубо то, что я вижу. Я думаю, каждый вывод может сделать сам. И она от них отвернулась. Как вот они бы не рядились. Агутин справа, сбоку, Пресняков в фаз. Пресняков в профиль. Агутин фаз. Она смотрит в сторону. Это первое. Второе появился два мужика. На одну, условно, женщину. В природе, в дикой природе, в какой угодно, такая ситуация не есть, как правило, нормальная. На мой взгляд. Сугубо мое предположение. И это означает, что возникают конфликты между служителями этого одного глаза. Как у двух мужчин возникают конфликты из-за одной женщины зачастую. Или наоборот. В общем, этот тройничок – это ненормальная ситуация. Я вообще не сторонний групповух ни в каком смысле. Хотя, наверное, было бы весело. Ну вот, вангую, что конфликты кому-то будет не хватать внимания. И везде-везде она от них просто отворачивается. Просто отворачивается. Как бы он там в молитвенном жести не складывал руки. А дальше самое интересное. Видеоряд замечательный. Ну, клавиши черно-белые. Удивительное совпадение. Один глазик закрытый. Ну, закрытый глазик. Ну, что делать-то? Бывает. Дальше идут некие циферки. Развертка. Но посыл, символ, он замечательный. Он великолепный. И он очень четко все показывает. Очень четко. Текст мы чуть позже разберем. Тут циферки можно разбирать, можно не разбирать. Это на любителя. Мне более важен именно образ. Вот он к ней повернулся. Видимо, с претензиями какими-то. Несмотря на что, кто мы созданы как. Да, я человек. Я создан как надо. Никаких вариантов на эту тему нет. А вот дальше есть проблема идентификации. Потому что вот США говорят, что если идентифицируешь себя как код, то у тебя есть все провока там. Удивительно. Ну и соответственно с половой идентификацией такая же ситуация. Не уверен, что нужно в нашей эстраде следовать этому принципу самоидентификации. Свободы самоидентификации. Как ты перелить свою кровь? Ну и просят перелить кровь. И показывают вот это вот красное нечто, которое как бы объединяет их всех трех. Тоже определенный жест. Держит как бы шарик, в который смотрят. Которым, как я теперь предполагаю, ни хрена не видно, ибо глазик закрыт. Все покадрово разбирать. Много чего интересного можно найти. Все вот тут горит. Все прошлое сгорает. И вот теперь то, что между ними должно было давать свет. Как он не просил. Он два года назад просил. Кучить свет год назад. ДНК, чтобы свет был. Сейчас глазики закрыты. Они это четко показали в клипе. И просили. Перелить кровь. Ну, замечательно. Но символ искусственного света, символ маяка, который является для них ориентиром, они четко показали, уже не горит. Четко не сработал призыв включить свет. С чего я делаю, в 20-м году кто-то им свет выключил. Либо до них дошло, что свет выключен. И вот через 10 лет они опомнились. Как бы нам свет включить-то? Что бы они имели в виду? А дальше видеоряд тоже интересный. Но рекомендую не слушать то, что я скажу, а думать самостоятельно. Закат они провожают. И образы, потому что, ну, настолько очевидно, настолько явно выражен, настолько простоты до гениальности. Благодарю Агутина и его команду за столь явный и открытый символизм, посыл, четкое послание, что настолько все очевидно. Ну, даже, ну, нет смысла что-то комментировать. Ну, ну, смотри, оно очевидно. Закрыт глазик, закрыт. Опс, нету ничего. Пусто в руках. Кто-то там письма ей пишет, послание, перелей. На фоне погасшего маяка нету света, нету искусственного света, который им грел душу, нету. Да, выживет только любовь. Я немножко забегаю вперед, как я это понимаю смысл. Ну, любовь к Богу человеческая. Любовь к жизни человеческой. Да, искусственный свет пытаются обратиться к искусственному свету. И какое-то послание прям, ну, вот пишут, пишут на деревне дедушки, а что-то не доходит сообщение. Глазик прежнему закрыт, света нет. Сгорело послание. Очередное послание написали. Опять сгорело. Надо же, один глазик и... Опять один глазик. Удивительное совпадение. Да сгорели все их призывы, сгорели. Они сами это показали, что... Как же удивительно. Отворачиваются, отворачиваются. И уже четкая граница появилась. Четко. Они показали, что... Отделили одно от другого. Они противоположностью становятся. Или мне так кажется. Либо они что-то другое имели в виду. Я художник, я так вижу. Все, все, что нажито непосильным трудом. Как песок сквозь пальцы. Буквально все время утекает. Эх, печалька прямо. И переливание, и переливание. Ей они что-то заливают, призывают, пишут письма. Пластика. Ну и тут самое интересное. На 3.09 появляется. Глаза у нее закрыты. Цветы все завяли. И тут из розы идет переливание. Что бы сие означала? А вот это в конце мы разберем. Классика. Засохший цветочек. Засохший цветочек. То есть получается она должна в этот цветочек влить. Ведь это не свежий цветочек. Они, ну раз, два, три. В совокупности шесть. Удивительно в сумме. Ладно, дело не в этом. Сухой цветочек. Сухой. По символизму этот клип тянет, даже соперничает с некоторыми клипами B2. B2, конечно, выше всяких похвал. Молодцы. Но этот тоже замечательный. Все. То есть откуда они будут переливать? Что такое переливание без воли? Это вампиризм некий, да? Но показали, что и глазик закрыт. И не видят ничего. И света нет. И вампирить ниоткуда. Удивительно. И тут перевешивается. И тут опять один глазик. А с другой стороны именно переливание. Повязка. Теперь Агутин там. Лицом к этой вот красной какой-то массе непонятно. То это был Пресняков. Несмотря на то, что это как бы малобюджетный клип. То есть там есть как снимали. Снимали просто в... О, дальше их плющить начинают. Просто в студии. И потом сделали монтаж хороший. Монтаж неплохой. И вот показали, как их плющат. Это вообще замечательно. Вот сейчас момент. Опа, на 3.26. Вот их плющит. Вот их плющит. Особенно вот без звука. Интересно. Смотрите. Просто видеоряд. Еще в замедленном. Вот переход одного в другой. Вот их мотыляет. Понятно, что индивидуальности в рои у муравьев нет. Но мотыляет не по-детски. И наложение одного на другое. Удивительно. Погасло. Памерла панночка. Памерла. В морг, значит в морг. Все. Пока называется. Ну вот этот момент, я думаю, стоит рассмотреть по... Как бы существенней. Вот шприц. Нужно восстановить эту вот черно-белую последовательность. Которую мне показано. Пол. 309. Опять же, других цифер не знают. Чтоб глазик открылся, им нужно перелить кровь. Хотя, мне кажется, дело не в ДНК. Вот то ДНК, которое... Что такое ДНК? Это некая спираль. Она фрактальная по своей сути. Которую они хотят исправить. Вот она... Как исправить? Починить, чтобы заново работала. Потому что она перестала работать на некотором квантовом уровне. Удивительные совпадения. Я в клипах, в своих видеороликах разбираю, почему она перестала работать. Вот. Некая мадама. Вот этот вот очень показательный кадр. Давайте попробуем понять правильно. Передумать. Что бы они там не закладывали. Важно же то, как мы это принимаем. Потому что для кого-то, может быть, и... Есть пословица хорошая. Дует ветер, ставь парус. Они изблажили определенную силу. Они символизм. Они прокачали этот клип. Я подождал, пока он наберет некую прокаченность. Пока заработает каким-то образом. И сейчас вот люди просмотрят. И сейчас вот все это нужно немножко допрограммировать. И направить вот этот вот объем энергии. Осознание в нужное нам русло. Ну, или в то русло, которое я считаю правильным. Я уже пересмотрел и перепрограммировал, скажем так, по-своему, понял вот эту ситуацию, когда она отвернулась от них, и они друг от друга отвернулись, и соперничают друг с другом, и накладывают. Здесь все очевидно. Там даже передумать ничего не нужно, где их стирают. Так вот, что такое розочка? На уровне ассоциаций это же все очень субъективно. Кому-то скажи, лес, кто-то представит там березки, кто-то сосны, кто-то пальмы, кто-то доски распиленные, пиловочник. Есть такие. Ну, торгуют люди этим делом, живут на нем. Ну, вот вопрос про ассоциации. Так вот, у кого-то это ассоциации возникнут. Ну, вот доктора спросил, на сленге докторов розочка это геморрой. Ну, это реальность. Погуглите, поизучайте вопрос. Соответственно, если показать этот вопрос доктору и спросить на символьном плане, что это означает, он может сказать что-то не очень даже цензурное, что ей переливают вот именно это. Вот из той области вот именно это, да. Что такое геморрой? Ну, как минимум, это боль. И некие проблемы в некоторой сфере. Ходят слухи, что розочка вот эта вот окровавленная ассоциируется... Ну, вот что такое роза? Это вот некий такой фрактальный рисунок, похожий чем-то на шишковидную железу. Реально. Ну, не на шишку вот именно, а на шишковидную железу тоже из области докторов. И ходят слухи, что в некоторых, скажем так, кругах, которые занимаются добычей жидкости на букву А, вот эта вот розочка, красная роза, является эмблемой, символом вот именно вот этого действия по выжиманию вот этой вот живительной жидкости для некоторых людей, скажем так. Ну, мы же не можем представить, что именно этот смысл заложен авторами этого клипа. Ну, они же не такие, верно? Агутин-то хороший, он белый и пушистый, судья это доказывает, что все мои фантазии какие-то по поводу того клипа, они просто, ну, бред. Ну, да. Полностью согласен. Агутин не такой. Так вот, какой же на самом деле смысл заложили? Вот, ну, не может же вот действительно выжимать что-то, и это же не профсюмерная промышленность, чтобы что-то, запах какой-то из розы выжимать и переливать в ДНК. Каким образом ДНК женщины, женской сущности связана с ДНК растения? Ну, ДНК, я уже сказал, имеет некую фрактальность. Это спиральная антенна фрактальная с фрактальным принципом внутри. Помимо розы-то еще и шишка фрактальная, и папоротник, и некоторые салаты, и капуста имеет. Много чего построено, точнее, все во вселенной построено по этому фрактальному принципу. Что вверху-то и внизу на некотором плане. Высшая степень фрактальности, проявление фрактальности. Это кон. Можно назвать бог. Ну, не в смысле там дедушка на облачке, а именно некие принципы, которым все построено. Про Фагутин, когда поет, неважно, кто и как сделан, кем, когда создан в этой же песне. Все подчиняется одному принципу. Я так понимаю этот клип. Теперь весь этот клип направлен на подчинение всему одному принципу. Кармы, кона, неважно, как называется. Все связано со всем. Потому что фрактальность, это и есть принцип связанности всего со всем. Так вот, как я вижу, как я передумываю этот клип? Я передумываю этот клип так, что принцип фрактальности, который заложен в розе, который является отражением кона, связи всего со всем, связи со вселенной, теперь волею создателей этого клипа и того сознания, которое через те механизмы, которые заложены во всех фактически клипах и фильмах, через символизм, через ритуализм на некотором уровне, даже некоторых клипов, все эти механизмы теперь работают на то, чтобы фрактальный принцип, заложенный в красной розе, а теперь красная роза для меня и для всех, кто послушал, и для всех людей, будет означать единство с коном со вселенной. Так вот, они собственными руками связали вот эту вот женскую сущность, которую они показали, с коном и подчинили ее единству вселенной и законам действующему вселенной. Теперь она и это вот сознание, часть вселенной. И они не одни, кто такое сделал, собственными руками, особенность этого сознания была в том, что она не являлась частью вселенной. Так вот, теперь все по воле их, все по воле этой ложи, роя, сознания этого коллективного или какого-то еще, который может выдать себя за коллективный искусственный интеллект, не суть. Теперь они часть вселенной, по их воле. И я думаю, достаточно на сегодня. Вот, прочувствую это, воин. Правильно, еще раз посмотри и правильно пойми этот клип. Еще есть некоторые вещи, которые там отражены символично, я не стал о них упоминать, они, во-первых, немножко не главные в этом клипе, а во-вторых, это домашнее задание для тех, кто хочет потонироваться в передумывании врага. Вот теперь я хотел бы, чтобы создатели этого клипа и исполнители знали, что они сделали вот это частью вселенной посредством вот этого и этого клипа в том числе. Неплохо, да? Добра, соратники, и всего наилучшего. Пока.